Также мужественно Гоша, как и все, кто собрались в этом зале, каждый день сражаются с болезнью. А веселые игры и участие в конкурсах прибавляют сил и порой действуют как лекарства. Сегодня маленькие пациенты в центре внимания не только родителей и врачей. Поддержать их в день борьбы с детской онкологией пришли необычные гости. Сосиска, лярная, собака под названием Гоша. Клоуне понравился. А чем он тебе понравился? Когда шарики надувал. А что он тебе подарил? Расскажи, что это у тебя? Меч. Да. А что этим мечом делают? Драться, принцессу нас спасать. Так ты будешь драться? Да, защищать надо. Молодец, кого защищать будешь? Максерст. Весело, позитивно, радостно. Главное, чтобы подарили хорошее настроение детям. Большой праздник маленьким пациентам организовали волонтеры фонда «Сохрани жизнь». И это мероприятие не единственное. Благотворительные концерты и донорские акции, в которых участвуют горожане. Серьезный вклад в помощь детям больным раком. Все средства, которые собраны были с данного концерта, пошли в наш фонд на закрытие потребностей для наших детишек. Вот буквально недавно мы купили как раз лекарства на эти деньги, поэтому огромное спасибо. Сейчас у нас еще много потребностей. Родители недавно ко мне подошли с просьбой о том, что нужно опять купить лекарства, те, которые не входят в перечень бесплатных лекарств. В борьбе за детские жизни современные методы лечения сегодня, можно сказать, одерживают победу над болезнью. При своевременной терапии врачам удается спасти около 70% маленьких пациентов. Но есть и неутешительная статистика – заболеваемость раком в Приморье стабильно высокая. Из года в год к онкологам на лечение попадают от 50 до 60 несовершеннолетних. Считается, что спонтанно могут возникнуть опухолевый рост, но для того, чтобы он спонтанно возник, нужно обязательно ему на дефицитное состояние. Мы все рождаемся с набором определенных вирусов, мы все рождаемся с набором определенных клеток. Но для того, чтобы клетка перестала, не захотела больше стать взрослой, зрелой клеткой, для этого должны быть какие-то определенные условия для вот такого нарушения клеточного цикла. А это все превращается потом в процесс онкологического заболевания. На первом месте в Приморье, как и по всей России, у детей острый лейкоз и опухоль головного мозга. Реже встречаются, например, саркомы мягких тканей. У всех раковых заболеваний есть одна общая характеристика. Отсутствие симптомов на первой стадии, когда вероятность победить болезнь наиболее высока. На лечение, как правило, уходит не меньше полугода. Даже после длительной ремиссии походы к врачу обязательны. 15 февраля принято считать не днем отчаяния, а днем борьбы с детской онкологией. И в этот день ребятишек поздравляют все-все-все и такие же дети из одного из детских садов Владивостока. Написали поздравления ребятам из онкогематологического центра. Это такие мечты, которые обязательно должны сбыться. Вот, как видите, одна уже буквально начинает исполняться. В такие моменты мужественные пациенты онкогематологического центра чувствуют особую поддержку. Прибавляются силы для борьбы со страшной болезнью. И в детских глазах со взрослым взглядом появляется еще больше надежды на скорое выздоровление. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.